Всем привет! С Алиэкспрессом и наконец-то пришла моя фреза, и сегодня попробую сделать свою первую минажницу. Приятного просмотра! Я немного усложнил себе задачу, потому как можно было купить готовый дубовый мебельный щит и просто вырезать тарелки. Но у меня накопилось немного обрезков из бука и небольшой дубовый брусок. Выкидывать их жалко, так что буду клеить их. Растругать бруски в рейсмусе не получится, слишком короткие. Так что просто шлифую их на циркулярке, диск для которой я сделал в предыдущем ролике. Дубовый брусок был найден случайно при разборке поддонов, поэтому место, где были забиты гвозди, исключаем. Минажницы будут контактировать с водой, так что использую влагостойкий клейберит марки D3 и оставляю их сохнуть на сутки. На следующий день перехожу к фрезеровке плоскости заготовок. Делать это буду на ЧПУ с помощью фрезы для слэбов. Я не знаю, как она называется правильно, это я ее так назвал. После фрезеровки остаются сожженные места. Да, пока до конца не понял, из-за чего так получается. Хотя, вероятнее всего, причина банальна и проста. Тупая дешевая фреза. Исходя из размеров, я набросал простенький векторный макет именажниц и приступил к внутренней фрезеровке. Воспользовался все так же фрезой с алика, диаметром 28 мм, со скруглением радиусом 6 мм. Думаю, что у фрезы функция «жечь древесину» идет сразу с завода. Ну, либо мне просто нужно настроить скорость подачи фрезы. Ну, а контур менажниц я уже врезал 6-мм фрезой с прямыми лезвиями. На прямоугольной менажнице отрезаем сначала все на циркулярке и доводим до ума с помощью фрезера с радиусной фрезой. Но к этой процедуре нужно будет вернуться еще раз, потому как при дальнейшей шлифовке внешних стенок менажниц я, скорее всего... Да нет, я точно задену скругление. В общем, после шлифовки еще раз пройдусь этой же фрезой. При фрезеровке внешнего контура тарелки я не дорезаю буквально 1 мм, чтобы она в конце не съехала и не задела фрезу. А остаток я дорезаю лобзиком. Ну и, в принципе, все остальные процедуры повторяются. Я все еще не оснастил свой ЧПУ системой пылеудаления, так что периодически мне приходится сдувать опилки компрессором. Бортики из ДВП, которые я поставил вдоль направляющей, конечно, тоже неплохо помогают, но не на 100%. Шлифовку внешних стенок. Тарелок я зачем-то решил сделать на циркулярке с наждачным диском. И, как видите, зря, достаточно прилично сжег древесину. Дошлифовал уже все шлейф машинкой со 180-м зерном. Ну и, в общем-то, осталось зашлифовать внутреннюю поверхность. Делать это руками достаточно долго, да и не особо-то удобно. В общем, я выпросил у компании Детера, у них есть специальная насадка как раз-таки для минажниц. Она вот недавно пришла, давайте посмотрим, что она из себя представляет. В общем, самое главное, это насадка на шуруповерт. Давайте попробуем разобрать. У нее есть резиновое стопорное кольцо и металлическое, которое удерживает нашу наждачку. Вообще, как я понял, данную систему используют для финишной шлифовки изделия. В моем случае я сейчас устанавливаю наждачку с зернистостью 120, посмотрим, как она себя поведет. И также имеется одно дополнительное резиновое кольцо. Демонстрация. Ну и как видно на первых секундах работы, в воздух поднимаются огромные клубы древесной пыли. Это, во-первых, говорит о том, что, Паш, ну, нужно респиратор одевать. А во-вторых, говорит о том, что съем происходит достаточно эффективно. А иногда даже слишком эффективно. Если задержаться на одном месте, то можно снять лишнего. Но, думаю, это придет с опытом. Используя насадку на шуруповерте, быстро забивается рука. Так что я перешел на дрель и закрепил ее через опорную ручку к столу. При таком положении гораздо легче контролировать съем материала. Но, думаю, будет еще удобнее, если установить дрель вертикально вниз. Помимо 120 наждачки, мне еще положили 180 зернистость. Попробовал поставить ее, чтобы уже довести поверхность до идеала. Хотя, по итогу, как мне кажется, можно было, наверное, остановиться и на 120 зернистости. В общем, произвожу заключительную шлифовку и перехожу к покрытию маслом. Масло уже подсохло, так что принимайте результат. И было бы неплохо, если вы в комментариях напишите, как вы вообще, в принципе, относитесь к деревянной посуде. Потому как уж очень хочется сделать этот продукт серийным и поставить его в продажу. Просто хотелось бы знать, будет ли на него спрос. И что-то мне подсказывает, что, скорее всего, вы не смотрели вот эти ролики. Так что, милости просим. Ну, а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok